Первым пунктом у подорожей беседы по Гомельской области стал Светлогорск. Поколь ансамбль рыхтовался до выступления, журналисты, які осветляли проект, ознайомились с городом. Оглядающие о госславутости дивились от шестенев улиц, а у всех, кто бывал тут ранее, тому, на кольки изменился райцентр. Не стоит на месте и культурное життя города. До прикладу сирот ближайших падей гастроли цирка лилипутов и выступления фольклорного гурту с Москвы. Про то, что беседе забеспечено аншлаг, стало заразумело задолго до початку концерта. Потому что это все-таки возрождение духовности своего рода. Город молодой, и я думаю, что этот концерт, который приехал в наш город, будет как звездочка на ясном небе. Прогноз справдился. Зало в районном Доме культуры было заполнено. При этом глядачы оказались они просто назиральниками, а лепо-новартосными удельниками программы. Ведучая телерадио-компании Гомель Алина Троценко провела викторины «Размовляем по белорусскому». У бескомпромиссной судышцы за звание лепшого знавца родной мовы сошлись от две команды глядачу. Тых, кто проиграл в этом спаборнестве, вядома ж не было. А гульную перемогу отзначали народными хитами, яким подпевала уся зала, и бурными аплодисментами у знак падяки артистам. До речи, сирот глядачов были и те, кто для концерта приехал с соседних районов. К нам в Октябрьский район не приехала беседа, но их, видимо, не получается, не запланировано. Поэтому мне пришлось приехать в Светлогорск. Они очень энергичные, веселые. После их концерта эта душа поет, сама радуется. На наступный день акция «Любить Беларусь» стартовала в Жлобине. Нагадаем, в 2013 году тут проходил республиканский фестиваль «Дожинки». Уперед под Рыхтоке был проведен небывалый объем будовничных работ и реконструкций. В певном сенсии город фактично переродился на бывший европейский выгляд. Выступление беседы проходило под открытым небом и собрало каля 5000 глядачов. Финально на Гомельщине концерт отбылся в неделю, 13 вересня. И уже по традиции собрал полную залу городским центром культуры. Для Беларуси это самое главное. Это наши предки, это наша спадщина. Надо стремиться к совершенству, надо любить и любить тех людей, которые с тобой рядом находятся на нашей Беларуси земле.